Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В последнее время постоянно испытываю чувство неудовлетворенности жизни, вроде бы моя жизнь преображается в лучшую сторону, но сталкиваясь с какими-то трудностями и сложностями, которые естественны, у меня опускаются руки, я начинаю себя и все вокруг ненавидеть, и вообще ничего не хочется. Я всегда мечтала открыть что-то свое, вот сейчас открываю магазин одежды. Естественно, думала, что это все так легко и просто, но поняв, что есть много сложностей, не получив того ажиотажа, который я ждала, я очень сильно расстраиваюсь и ничего делать не хочу. У меня появляется страх, что я позорюсь под виду человека, который мне помог, и вообще все вложенные деньги я не окуплю. От этого страха я начинаю сходить с ума, я стал очень раздражительным, хотя вокруг меня много людей, которые меня поддерживают, и бодрят у меня жуткая неуверенность в своих силах. Я раньше была мегапозитивным человеком, который о плохом не говорил и не думал, а сейчас у меня и мысли ужасные, говорю о плохих вещах, вокруг меня сплошной негатив. И мне постоянно хочется большего, я лично всем недовольна, головой я понимаю, что это все ужасно и так нельзя, на практике не могу взяться за ум, помогите, пожалуйста. Я думаю, что в целом в основе вот ситуация, которую вы описываете. Лежит, ну вот в какой-то степени, да, идея о том, что вы открывали, получается, свой бизнес для того, чтобы кем-то стать. Для того, чтобы что-то доказать. И, вы знаете, я бы вам вот в качестве такого какого-то вот любопытного, я надеюсь, опыта предложил бы посмотреть, а вот вы говорите, что, ну, мечтали, да, мечтали открыть что-то свое. А вот чем для вас это важно, значимо, ценно, вот что вы хотите открыть что-то свое? То есть, какое для вас это имеет значение, ну, то есть, как бы, ну, если вы, если вы мечтали, да, если вы мечтали, то я полагаю, что вы очень сильно этого хотели. И вот, чего вы хотели, да, то есть, ну, чего, чего именно вы хотели? То есть, вам, то есть, вам как-то хотелось, ну, вот, свой, свой, ну, на самом деле вам хотелось вот свой бизнес, заниматься чем-то своим, чем-то, что вам интересно. Или вам хотелось чего-то другого. То есть, понимаете, штука в всем. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Но не суть вашей мечты, а суть вашей мечты в другом. Но вы пока не знаете, вероятно, в чем суть вашей мечты и начиная реализовывать форму, вы не реализуете суть. Лично я думаю, что вы, мечтая открыть что-то свое, хотели именно доказать что-то. Я думаю так. Я думаю, что вы хотели что-то доказать. Я думаю, что вы хотели доказать что-то людям. У вас не получилось сделать это быстро. У вас не получилось сделать это стремительно. У вас не получилось сделать это так, как вы ждали. И все. И тут вы вступаете в конфликт. Получается. В конфликт с самой собой. Отсюда и негатив. Отсюда и напряжение постоянное. Отсюда и постоянное желание чего-то большего. То есть, желание чего-то большего, оно не случайно. Желание чего-то больше не обозникает на пустом месте. Желание чего-то большего, появляется потому что человек все время вот. в чем-то нуждается. Он вечно, он постоянно, он вечно, понимаете, он вечно голубный человек. Почему так происходит? Потому что он не наполняется. Не наполняется, он все время пытается извне наполниться. У него это не получается. А изнутри наполняется, ну вот, человек не привык, к сожалению. Вот отсюда возникает как раз сложность, отсюда возникает как раз проблема. Вот. Поэтому, само собой, что нужно смотреть на то, как вы относитесь к себе. Само собой нужно смотреть на то, как вы воспринимаете себя. Само собой нужно смотреть на вашу мотивацию относительно того, что вы делаете относительно того, как вы делаете. Все эти вещи нужно разбирать. Вот вы говорите, боюсь привести человека, который мне помог. Боится опозориться. А чем так страшно? Чем так страшно опозориться? Для вас. Для вас. Не в том смысле, что обязательно нужно позориться? Нет. Я об этом речь. С чем связано то, что вы этого так боитесь? Для вас почему это так важно? Вот на что нужно обратить внимание. Понимаете? И вот дальше уже я думаю, что вам будет как-то немного легче и проще увидеть свою проблематику и так далее. Само собой. Само собой. Само собой. Вас очень многое к себе требует. У вас очень многое к себе высоких требований. Вот. Это проблема. Вот. Потому что, если требования неадекватные, то как вы их будете будете обрадовать. Да? То есть тут, вот в этом смысле, в этом смысле, нужно, конечно, смотреть, постараться, как вы относитесь к себе, сами. Вот. И так далее. Тут постепенно нужно. Уверенность. Уверенность в себе. Вы говорите, что у вас есть вот сомнения в собственных силах. Ну, сомнения в собственных силах. Откуда берутся сомнения в собственных силах. Подвергайте себя критике. Вы. Подвергайте себя критике. Случайно ли? Вы подвергаете себя критике? Нет. Потому что пытаетесь. Соответственно, требования других людей. Вот. Ну. Насколько это успешно? Вот. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вы не задаете свой вопрос. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что у вас есть ожидания. Не получив ажалтажа, говорите вы. Естественно, думая, говорите вы, что все будет легко и просто. Вот тоже в какой-то степени хочется у вас спросить. Хочется спросить у вас, почему вы естественно думали, что будет легко. Ну, в смысле, в смысле, в смысле того, вот, откуда у вас эта позиция. Пока, вот, что все будет легко и просто. А на все тоже оттажа. Тоже. Тоже. Тоже момент. А. Ну вот. Как вы. Ну. Пришли. к тому, что думали, что будет ажалтаж. А. Э. А. Отсутствие. 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 Что для вас означает? Отсутствие ажалтажа. Что для вас означает? Что вы не нужны? Что вы не значимы, что вы не, что ничего не значат. Что вы не значимы, что вы не значимы. То, что вы делаете. То, что вы делаете. Вот. Что это у нас сейчас? Подумите, пожалуйста. Подумите, пожалуйста. Для вас. Это очень важный момент. Вот. Сначала. Сначала. Разобраться с собой. Желательно. А дальше уже можно будет думать об этом, как лучше вам поступать. Вот. Только так. Только так. Никак не иначе. Вы большая молодец, что начали заниматься своим делом. Открыли его, не побоялись. Точнее, боялись, вероятно, но... Все равно. Вы молодец. Открыли его фиксируют, пытаются все тоже данные, правда. Тяжело ли это? Да. Ужасно. Ужасно. Это ужасно тяжело. И это нормально, что это ужасно тяжело. Если бы вам не было тяжело, то... Ситуация была бы еще хуже. То, что вы сходите сейчас с ума. Как... Ну, как... Как вы говорите. Это... Показатель. Это показатель того, что вам это не нравится. Показатель. Показатель того, что... Вы так не хотите. Показатель того, что... Тяготеете вы к другому. Но не позволяете себе... Пока что этого... Ничего страшного, конечно. Психолог... Психолог... Психолог вам может помочь. Я правда... Не знаю... Я не знаю... Готовы ли вы к помощи психолога, то есть... Ну, хотите ли вы получить для себя... Помощь... Специалисту. Вот... Этого я не знаю. Конечно. Но... Если хотите, то вот... Я думаю... Вам можно и нужно помочь. Какая-то такая история. На этом всё. Я надеюсь, что... Вам это было... Интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.